Добрый день, уважаемые гости! Спасибо вам большое, что пришли в столь погожий денёк. У нас сегодня замечательный повод для встречи. Сегодня мы встречаемся с Анной Зобовой и Андреем Киреевым, саунд-дизайнерами фильма «Конёк-горбунок» и студии «Атмосфера». И, в общем, сегодня речь у нас пойдёт... Ну, во-первых, это топовые саунд-дизайнеры России, ни много ни мало. Они, конечно, так в себе, наверное, не скажут, но мы это знаем. Спасибо. Это приятно слышать. Это факт. Вообще, студия «Атмосфера» — это одна из лучших студий, но и старейших, вернее, как называется она, и, наверное, образовалась, сама образовалась не так давно. Ну, про студию мы расскажем. Супер, да. А вообще команда очень древняя, так скажем, под руководством Павла Дариули. Это ещё саунд-дизайнер, не знаю, там, «Ночных» и «Дневник Дозоров», то есть это какие-то начало двухтысячных. Вот. Так что ребята давно в игре. Вот. И, значит, этот фильм является как бы логическим, не знаю, продолжением творческого пути. Я надеюсь, многие из вас его успели посмотреть. Если нет, то рекомендую, несмотря на то, что это такая сказочка. Вот. Но сделано на высоком профессиональном уровне. И какие-то отрывки из фильма мы сегодня посмотрим. Ребята расскажут на этих примерах, расскажут какие-то нюансы и так далее. После... У нас сегодня такой расширенный с вами день. После выступления вы сможете задать вопросы. После вопросов вас ждёт презентация нашего курса, где я расскажу о курсе зуборежиссуры и саунд-дизайна в Московской школе кино, куратором, какого я являюсь, и покажу вам дипломную работу наших студентов с прошлого курса. А затем в 5 часов вас ждёт мастер-класс. Если кому-то интересно, буду рад видеть. В нашем звуковом классе я буду рассказывать про работу над бесконечными проектами, в частности, мультиками. Мультиками для детей, которые, если они запускаются в производство и всё у продюсеров складывается, то это превращается в бесконечный мультсериал, потому что дети никогда не заканчиваются. И бесконечно поглощают, что, собственно, требует определённого рода умений и сноровки и опыта в работе над такими проектами. И я с удовольствием поделюсь знаниями с вами. А теперь предоставляю слово нашим спикерам. Спасибо. Спасибо, спасибо. Очень приятно вас всех видеть. Как уже сказал Лёша, я Андрей, это Аня. Мы оба закончили в ГИК. Я в 13-м году, Аня в 15-м. В 15-м. В 15-м году. Ну, наверное, немножко нужно рассказать про наши интересы. Сначала вкратце. Да, быстренько представим просто друг друга. Андрей любит велосипеды, делает громкие звуки на нашей студии. Самые громкие. Но не только. Когда я сижу рядом в соседней комнате, я всегда всё слышу. Вот. Всегда. Вот. А я, наоборот, делаю тихие звуки. Вот. Неожиданно было про велосипеды, на самом деле. Маленькая страх. Ну что, начнем тогда просто представим нашу студию и расскажем вам немножко, чем мы занимаемся, наши последние проекты. Давайте. Вот, это на коньке-горбунке, справа Андрей, слева не я. Можно считать, что… Да, да, да. Просто не очень сложно. Решторы перезаписи. Да. И немножко про нашу студию мы расскажем. Мы базируемся… Игорь, ты? Давай. На Мосфильме. Там у нас есть свои помещения, в которых мы работаем. Вот. Сами мы образовались… Ну, как бы, назвались атмосферой в восемнадцатом году. Вот. И вот с тех пор плывем под этим знаменем, так сказать, вперед. Студия, как уже сказал Леша, была основана Павлом Дриули, Ростислава Мариевне и Павлом Стасенко. Это, ну, такие заслуженные профессионалы, которые сделали очень много картин. И нам, на самом деле, очень повезло попасть в этот коллектив. Как видите, коллектив довольно большой. Вот это… Ну, над коньком все эти люди принимали участие. Да, мы тоже. Да. Мы будем немножко подсматривать спаргалки в нашей… Собрались мы в две тысячи восемнадцатом году, то есть основной костяк нашего коллектива. И у нас есть несколько таких специфических особенностей в нашей работе. Первая, наверное, из них в том, что у нас нет жестко закрепленных специализаций за каждым человеком. И мы при работе над каждым проектом формируем команды, которые занимаются разработкой разных задач. И задачи, они достаточно свободно могут перемещаться между сотрудниками. Что, в принципе, очень интересно для нас и идет на пользу фильмам. Плюс ко всему мы не сидим на аутсорсе, мы видимся каждый день, как я не сказал, мы базируемся на масс-фильме. И ежедневно у нас проходят скрам-собрания, такие летучки, на которых мы просто входим в курс дела… Прогресса? Да, да, кто чем занимается, у кого какие сложности, может быть, кто-то может кому-то помочь. Делимся идеями, советуем что-то друг другу. Проходите. О чем это говорит, собственно говоря, что каждый из нас, каждый участник вот этого процесса, он может делать абсолютно разные задачи от монтажа диалогов до микса. Понятное дело, что разные люди по-разному умеют это, но, в принципе, в этом, мне кажется, есть плюс, что мы не зависаем на одной задаче, например, монтаж фолий или фонов, а делаем все время разные задачи. Я вот не очень понимаю, вы в курсе немножко про постпроизводство, да? В принципе, понимаете, да? И еще второй вопрос тогда… Второй вопрос. Кто смотрел фильм? Есть такие, да? Два человека. Супер, два человека – это успех. Вот. Хорошо. Хорошо. Но мы расскажем обязательно сейчас про фильм и про примеры. Что, дальше? Я расскажу про фильм «Конек-горбунок». «Конек-горбунок» вышел он в этом году, в 21-м. Он сделан в жанре фэнтези, такого комедийного фэнтези. И, собственно говоря, самая большая задача у нас, как у звукорежиссеров, была поддержать этот жанр. У него есть определенные… Ну, назовем это законами, хотя я не могу сказать, что это прям… Особенности жанра. Да, особенности жанра, что мы понимаем, что есть у фильма высокая степень условности, изображения и вообще повествование, что это где-то не здесь. Мы понимаем, что это не Москва, не Питер, Берлин, ничего такого. Это не современность. Сказка. Это не прошлое, это не средневековое. Второй момент. Сама визуальная стилистика фильма, кто смотрел, понимает, что она яркая, красочная, насыщенная очень. Она тоже влияет, естественно, на звук и на вот это придумывание звукового решения к нему. И вот конкретно здесь, в этом фильме большое количество характерных персонажей, тоже ярких, со своими особенностями, которые нужно каким-то образом подчеркнуть. Как-то подчеркнуть их характер, то есть, например, для конька, горбунка. Ну, мы сейчас остановимся на том, как мы разрабатывали персонажей разных и дадим вам примеры, потому что, на мой взгляд, самая большая задача – это именно красиво, ярко показать тех героев, которые в этой сказке присутствуют. Плюс еще здесь был очень важен тот момент, что на персонажах завязан сюжет. То есть, создания, которые встречаются с главным героем, они меняют ход повествования. И, ну, как правило, это создание бессловесное, но у них так или иначе есть голос в разном образе, но голос. И сейчас мы все это подробно обсудим. В общем, те два человека, которые смотрели фильм, помнят, что там огромное количество персонажей. Помимо главного героя, который конек-горбунок, мы сейчас берем тех персонажей, которые созданы были в графике. Не тех актеров, которые играли там определенную роль, а вот именно нарисованных, придуманных, сказочных вот этих вот тварей волшебных. Следующий, да. И расскажем немножко про разработку этих персонажей и как мы над этим работали. В принципе, мы так примерно разделили персонаж один на некие элементы звуковые примерно. Вот. Что любой персонаж, он состоит из голоса. Это может быть голос актера, как, например, с Павлом Деревянко и Коньком самим, который несет некую вербальную информацию. Это может быть, например, жар птица, которую мы вам потом покажем. У нее нет вербальной информации, но есть все равно голос, который отвечает за ее характер. Следующая часть, больше голоса, это, назовем это физикой, это дыхание, причмокивание. Здрасте, мой мастер. Вот. Да. Дыхание, причмокивание, там еще какие-то, я не знаю, все, что касается речевого аппарата, все, что может нам дать, я не знаю. Да. Ощущение тела. Ощущение тела. Да. Ощущение тела. Следующая часть звука, звуковых элементов, это движение. Все, что связано, например, с чего сделан персонаж. В случае жар птицы, она, вы увидите, она, например, она огненная. Если конек-горбунок, это лошадь. Окей. Что есть в лошади? В лошади есть копыта, шаги, да. Вот. Хвост-грива. Хвост-грива. Хвост-грива, да. Хвост-грива. Хвост-грива, да. И еще одна часть назвали ее взаимодействие с предметами. То есть это то, как окружающая среда отзывается на взаимодействие с персонажем. Например, если идет конек-горбунок по поверхности, то мы слышим цоканье его копыт. В зависимости от поверхности, на которой он находится, мы слышим, например, на льду он цокает высоко, скользит. Может быть, да. На поверхности, там, на дороге, на просто обычной дороге земляной. Ну, там слышим ее как-то приглушенные и так далее. В случае с птицей, например, при взаимодействии с предметами все начинает шипеть немного и как-то немножко подгорать. Это, казалось бы, такие очевидные вещи, но они очень важны при работе, потому что персонажи нарисованы в графике на 100%, и у них изначально этих звуков никаких нет. И когда эти звуки отсутствуют, то они получаются какие-то очень бесцелесные и невесомые. Ну, это просто очень важный элемент, о котором легко забыть. В любом случае, при подготовке к фильму звукорежиссер обычно пишет экспликацию или, во всяком случае, необходимо разметить сессию. Таким образом, ты сначала придумываешь, как это будет звучать, может быть, это в голове, а потом ты должен это все равно воплотить. А воплотить это с помощью физических объектов и каких-то приспособлений, и это нужно отдельный ресерч провести, подобрать всякие кастрюльки и всякие штучки. И именно поэтому для каждого персонажа необходимо выписать его характерные черты и особенности. И пусть они в некотором смысле звучат банально, но, как бы, понятное дело, что у жар-птицы там будет все подгорать. Но каким образом... Но нам это было не очень понятно изначально. Давайте расскажу. Чуть-чуть забегаешь вперед, в принципе, мы хотели как раз это про стратегию работы и про инструменты, которые мы используем. На самом деле, мы, когда создавали вот этот слайд, мы думали, ну, вообще слайды, думали, наверное, рецептов каких-то вот прям вот возьми и сделай. Такого нет, но есть какая-то вот как дорожная карта, которой можно примерно придерживаться. То есть, например, каждый раз, видя первый раз перед собой анимационный персонаж, пускай еще не доделанный, вы примерно представляете, из каких элементов он сделан. Как, в принципе, любой фильм, из каких звуковых элементов соткана ваша будущая звуковая картина. Вот. Хотим... Да, извини. Естественно, здесь, если идти по элементам, очень важный момент, голос персонажа, говорит ли он как человек, человеческая эта речь, и несет ли он какую-то семантическую информацию, или же, ну, это некое животное, у которого тоже есть определенные вокализации, интонации, но нам не нужен смысл никакой. Вот. Это первый, ну, такой водораздельный момент. То есть, например, в фильме «Конек-горбунок» конек говорит голосом Павла Деревянко, и он никак не обработан, и, ну, во многом нам этого простила задача именно в работе над персонажем конька. Да, потому что был уже Павел Деревянко, который, ну, сыграл всю роль, вот, фактически он дал характер этому персонажу. Сейчас мы хотим вам показать немножко про элементы, и вот на примере конька просто продемонстрировать, из чего вот сделан главный персонаж. Помимо голоса, который есть, голос Павла Деревянко, что есть еще какие-то вот другие элементы. Нет, сначала копыт. Еще у почти любого персонажа сказочного, скорее всего, есть суперспособность какая-то. Суперспособность конька, например, была летать, очень громко свистеть, ну, говорить человеческим голосом. И бегать. И супербыстро бегать, да, супербыстро бегать, такой супермен. Вот. И сейчас хотим просто вам показать пару моментов, вот, на котором мы работали, как раз на вот этими разными элементами суперспособности главного героя. Выбирай. Какая первая суперспособность? Это свист. Тогда свист. Начнем со свистом. Уже пройдет. Так. Никто ничего не видит. Сейчас. Маленькая техническая неполадка. Это эскид на этот мешок, может быть. О! Не пойдет. Давай, что-то мы не подготовились. Время для шуток, Алексей. Главное, отличительная черта любого звукорежиссура, как профессионала, это покерфейс. Когда у тебя, этот, сели на микрофонах батарейки и звук не пишется. Когда у тебя слетел таймкод или просто выключился рекордер, самое главное сохранять спокойствие. Потому что, если звукорежиссер спокоен, значит, все спокойны на площадке. Абсолютно. Абсолютно. Не только на площадке. А если звукорежиссер неспокоен, то держитесь. Так, еще секундочку. Знаете же, в тихом омуте... Посмотрим. ...звукорежиссера водится. Уже прикроет. Еще разок можно? Да, конечно. Мы хотели еще показать каждый пример. У нас есть финальный микс, который вы сейчас слушали, и отдельные эффекты. Поэтому мы можем, например, сейчас послушать только эффекты. Если у нас это получится сейчас. Давайте еще раз. Сейчас... Сложность в управлении мышкой. Уже прикроет. Я считаю, совершенно классная находка сделать из очень короткого звука очень длинный звук. Представляете, что нужно было придумать? Как мы разложим какую-то простую фактуру очень долго во времени. Я думаю, что ребята так круто нашли этот фокус с... Рассказывайте. Да. Ну вот здесь придумка была, потому что это первый свист, он самый долгий. Дальше уже зритель понимает, что вообще происходит. Вот. И здесь была придумка, вот над этим куском, например, работал Женя. Придумка сделать... Ага. Говори, говори. Сделать из свиста полет шмеля. То есть показатель... Нет, подожди. Ты торопишься. Сначала была придумка просто сделать свист. И с этим... Да, да, да. С этим была большая проблема. Потому что кусочек длинный и просто... Просто равномерный свист. Он, ну, ничего не давал и не работал. Просто на большой громкости бил по ушам. И не подчинялся изображению, которое менялось и вибрировало как бы. Ну... Потому что первое изображение, оно было еще немножко короче. Да, да, да. Еще важный момент, о котором мы не поговорили. Естественно, мы не работали под финальную графику с самого начала. В принципе, работа началась сильно заранее. У нас было довольно много времени. Это нам во многом сыграло на руку. Но расплачиваться за это пришлось тем, что мы работали под суперпримерное изображение, в котором вот этих всех красот не было. И мы часто очень приблизительно понимали, что будет происходить. Такая ситуация, на самом деле, повседневная. Потому что графика – это довольно сложный процесс. И чтобы добиться финального результата, ну... Это нужно... Требуется время. Да, посидеть. Много итераций. Да, много итераций, да. Вот. Поэтому был какой-то сначала аниматик. Вот. Под него делались примерные наброски. И мы вот чуть-чуть про вот это опять забегаем вперед. Про стратегию работы как раз поговорим, что с тем делать. Когда у вас вначале нет стопроцентного понимания, что будет в финале. Вот. Возвращаясь к свисту, идея, на самом деле, пришла абсолютно спонтанно. Можно сделать свист конька, мелодию из полета шмеля. Не знаю, кто-то услышал это здесь или нет. Да? Да? Прекрасно. Значит, это сработало. Просто Женя, наш коллега, который занимался этим кусочком, он долго отслушивал разных свистунов, как бы это смешно не звучало. Занимался поиском на YouTube, на разных платформах и случайно абсолютно наткнулся на человека, который свистит полет шмеля. Вот это да. А я бы просто на медиклавиатуре наиграл. Ну, в итоге мы так и сделали. Но сама идея, она пришла из такого, это довольно был длительный поиск, на самом деле. Потому что свистов много, мы пытались разработать старорусскую тему, поскольку, в общем, кино об этом. Под стилистику, поддержать стиль изображения. В общем, как и все хорошие идеи всегда кажутся, ну а как иначе, конечно, я бы так же сделал. Но от начала, от пустоты, от тишины, да, и до финального саунд-дизайна в большом кино, в большом продакшене очень много на деле происходит итераций. То есть ты, я это называю, спускать ржавую воду, то есть ты, первая итерация, тебе кажется, ну все, это лучшее, лучшее, что ты мог придумать, вау, как классно. Потом ты делаешь вторую итерацию, третью итерацию, и на четвертой, от первой уже ничего не осталось, но ты действительно прошел этот путь и действительно достиг результата чистой воды. Такого, как бы, это врачебный термин, вот, но важный, потому что пока не происходит вот этой кристаллизации задумки, да, вот того единственного верного решения. Представляете, вот звук режиссера постоянно находится в дилемме, потому что в отличие от изображения, ну, там режиссер сказал рубаху белую с красным сделать, и там все понятно, белая, красная или он ткань. Я думаю, художники по костюму сейчас не согласятся с нами. Так, ну, звук режиссер... Но мы считаем, что это именно так. Пожалуйста, не обесценивайте. Вот, да, рубах каждый может. Вот, а со звуком немножко другая история, потому что вариантов звука миллиарды. Ну, реально, даже одну веревку ты можешь миллионным способом озвучить, и необходимо единственный вариант выбрать. Вот я, как весы по образованию, в общем, испытываю категорические сложности с постоянным вот этим выбором из миллионов классных вариантов. И только вот этот... На самом деле, поскольку звук — это архидолгая история, потому что он распространяется, блин, во времени, то основную работу настоящий профессионал, звукорежиссер с опытом, производит в своей главе. Вот, это сокращает очень много итераций времени, и по итогу как раз отличает вот, ну, такого опытного профессионала от новичка, который методом перебора это делает. Тем не менее, итераций у нас было много. А это не умаляет количество итераций. Просто у неопытного их еще будет там в четыре раза больше или в десять, не знаю. Вот, собственно говоря, мы посмотрели первый пример. Мы можем посмотреть еще просто отдельно из FX. Да, давайте посмотрим. Ну, я имею в виду, да, эффекты. Анекдотов будет много сегодня. То есть, нет, это не то же самое, это FX, да. Да, и вот на этом примере, может быть, это не самый яркий пример, но потому что здесь все из FX, вот, все саунд дизайн. Вот, давайте посмотрим тогда следующий сейчас, просто по примеру, не голоб, а копытцы, да. Вот сейчас, да. Посмотрите просто, как герой может взаимодействовать со средой, вот, и посмотрим. Сейчас, секунду. Посмотрим сначала финальный микс, ну, как бы финальное, а потом мы вернемся опять к... Эй, Вань, слышишь, что я тебе говорю? Может, вернемся, пока не поздно, а? Ты что, это все? А где твои свирепые богатырицы? Ну, не знаю. Жизнь здесь, совет. Может быть, а я верю, что я... Тогда пойдем скорее, пока они с обеда не вернутся. Стой! Ну, ты что, убедился? Я же тебе говорил, это заколдованная страна. Вот такой кусочек и, в принципе, как просто отдельный пример того, что на протяжении всей работы над разработкой персонажа конька мы искали звучание его копытиц, вот, и чтобы он отличался от обычной лошади. И придумали, во-первых, на фолях мы записали отдельную фактуру специальную, разработали вместе с Наташей, и добавили туда еще дополнительно вот всяких вот таких вот звенелок, которые здесь особенно ярко слышны, потому что это лед. Зеркальная поверхность с условным железом взаимодействует. А по всему фильму они тоже встречаются, как бы его немножко оттеняя от остальных персонажей. На фолях имеется в виду в студии синхронных шумов. Да. Можем послушать просто отдельно. В принципе, вы слышали, да, шаги. Ну вот, вот такой вот пример. Так звучат синхронные шумы отдельно. Отдельно. И давайте еще посмотрим еще одну суперспособность, который называется галлопом. Какую из трех? Первую? Ну, это первый. Пробег конька — это тоже довольно долгая по разработке задача была, как придумать, как поддержать звуком супербыстрый бег. У вас есть какие-то варианты, как это могло быть? Из чего это можно сделать? Я понимаю. Вариантов нет. Да, давайте посмотрим просто тогда пример. Вот, и может быть, вы там подскажете... Есть суперспособность показать пример без звука. А, да, кстати. Давайте. Да? Да. Да. Так, только мне нужно мышкой дотянуться. Первый галлоп конька. Вот так выглядит мир кино без работы звукорежиссера, собственно. Из чего сделаем? Хороший вариант, да. Это здесь нужно, однозначно. А что еще может быть? Ну, самое простое. Ну, это рассечение воздуха. Это примерно все в одно. Подсказка. Мы вот с предыдущим примером обсуждали эти элементы. Ну, ближе, теплее. Ну, мы начали с того, что просто подложили обычный галлоп лошади. То есть, как бы начали с самого очевидного, да? То есть, что-то быстро скачет. Его чуть-чуть убыстрели. Вот. Получился первый такой вариант. Потом уже были варианты, когда туда доставлялось, например, что ощущение скорости рождает у вас? Да, Аня, прости. Ну, мы сделали вариант с копытами с галлопом, показали это режиссеру и продюсеру. И уже на основе их комментариев. Ну, да, это в целом туда, но совершенно не дает никакой краски. Ну, в принципе, ничего интересного. Просто очень быстрые копыта сливаются в этот не совсем внятный гул. И, ну, мы не достигаем нужного эффекта. Ну, Формула-1 у нас самая быстрая вообще. Все, что может быть. Ну, может, да, конечно. Зачем так сразу-то? Я молчал, молчал. Простите, ребят. Не знаю, тут мне помогать залу или как. Да? Говорите громче. Хочется вас тоже немножко услышать. В общем, да, действительно, потом второй вариант был просто подложенный туда. Ну, какой-то свистящий вот такой звук. Пробовали гоночные машины, пробовали мотоциклы спортивные. Сразу же моментально мимо, потому что дает очень урбанистическую такую краску, которая вот к этому пасторальному пейзажу совершенно никак не походит. Супер. Ну, тогда можно взять что-то из тех времен быстро. А из тех времен быстро на что? Каретки? Спорт-телега? Спорт-телега, да. Ну, как бы это ни звучало. Мы бы хотели это сделать. Давайте послушаем финальный результат, что у нас вышло. Так, да, 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 сейчас я теряю мышку просто. Я ее вижу только на экране. Ты просто продублируй эту экрану. Да? Ребята, зачем так? Давай, я... Прощать жизнь-то. Мы специально сделали, чтобы ничего не видел. Чтобы сложнее было. Да, да. Стоянись за тебя. Тихо, тихо. Ничего. Копы-то подвери. Голову в тонке на счет 3. Ну, вот... Камни-пад. Что-что? Камни-пад. Камни-пад. Да, там на самом деле есть, ну, помимо копыт, которые остались все-таки, и в первом проезде, пробеге... Галопи. Да, галопи. Галопи это есть. Но давай тогда еще покажем второй, и вы услышите более... ...один или нет, очень интересный, на мой взгляд, который вы отнесли. Второй. Второй. Не знаю. Музыка, конечно же. Послушаем, без музыки, потому что... ...послушайте... Ну, вот как бы, да, это абсолютно... Это работает как идея, но это не работает как решение для... Да-да-да, оно не ложится на это изображение. И долго, там, покручивая сэмплер с копытами, и пытаясь что-то придумать, потому что ничего не выходит, вдруг кому-то пришла идея, может быть, просто сымитировать это голосом, ну, можно сделать. Похоже на мотоцикл. Главное, секреты раскрою, короче, сидишь-сидишь, ковыряешь, что-то там вот это вот делаешь-делаешь, потом раз, нажал куда-то, что-то не понял, что-то сломалось, о, кайф, и все. Главное, быстро записать это. Главное, просто опять покерфейс сделать и сказать, и мы очень долго работали над этим. Мы долго работали. Я верю. Чтобы ошибиться верно, нужно достаточно много сломать. Вот, такое интересное решение здесь пришло. Ну, понятное дело, что помимо битбокса здесь есть еще другие элементы. Вот вы сказали, ты, я, это все просутствует в видео. Но имитация вот этих битбоксов, вот она где-то в основном по битбоксу. И на самом деле имитация голосом в таких работах, мультипликационных, можно сказать, очень близких к анимации, это очень важный элемент. Иногда он даже, как мы видим, проникает в финальное решение, но часто это просто возможность понять, что же сюда подходит. То есть мы могли бы сделать вот этот вариант голосовой, понять, что он, опять-таки, неправильный по изображению, но он нам помогает двигаться дальше, помогает понять, что же здесь все-таки нужно, в какую сторону должен звук пойти, вверх или вниз на повороте. А еще это прекрасный пример того, что делаешь, делаешь, подбираешь там щечки битбокса, а потом на финальном миксе просто звукорежиссер перезаписи с композитором убирает всю твою работу и добавляет музыку, и все пропало. Ну, не знаю, здесь, вначале, да, потом это уходит, но именно работа вот с этим префицитом, то есть вся команда до перезаписи должна предоставить звукорежиссеру перезаписи максимально вариативные, как бы, ну, по палитру. Да, и уже звукорежиссер перезаписи субстрактивным, то есть методом вычитания работает. У него есть много всего, много возможностей, и он, скорее, отказывается безжалостно. И вот именно в этом процессе и рождается финальный микс, потому что нет ничего хуже и дороже для продюсеров, чем когда ты что-то, твоя команда, не доделала в перезаписи, и тебе вдруг нужно вписать озвучание или смонтировать реплики, или еще что-то, потому что перезапись самой дорогой. Да, или смонтировать эффекты, которых нету, потому что перезапись звука – это самый, ну, как бы, дорогой, в буквальном смысле, период в постпродакшене и вообще в работе над звуком. И продюсеры очень, как бы, не любят. Ну, понятно, почему. Просто за счет больших бюджетов, которые требуются на этот процесс. Вот и все. Ну, и все. Еще примеры? Еще примеры у нас есть. Покажем еще третий пробег. Просто, чтобы вы видели, какая разница есть, ну, здесь. С музыкой? Да, ну, как-то, да, или без музыки посмотрим, да? Без музыки, интересно. Хорошо, нет. Как это? Это же должно быть без музыки. Ну, очередная техническая неполадка. У нас это не смущает. Поэм, я уверен, что там то же самое. Ну, и так. Там то же самое. Ну, здесь еще важный момент в том, что вот эти голопы конька, эффектные, они по фильму достаточно разнесены по времени. То есть, первый, вот этот самый длинный, который мы смотрели, он в самом начале, герой только знакомится, и он самый эффектный за счет этого. Ну, то есть, специально сделано, чтобы зрители, мы все поняли, что конек, вот, у него есть вот эти суперспособности. И у него, на самом деле, их больше, как мы уже знаем. Дальше все голопы конька, они уже, ну, в таком заявочном виде показываются. Нам уже неважно слышать, там, каждая копытца, и каждый камешек под его копытом. Потому что мы уже поняли, что он может быстро скакать. Ну, хорошо, совсем все понятно. Тогда быстренько еще посмотрим другой типоспособность кайта. Вот, как мы ее делали, все поставим, расскажем. Это имение летать. Вот, посмотрим, проверяем, как летели, что и нет. Когда ты страдал, Ваня, я весь мир облетел. Солнцем, говорил, с кулой, все в бестолку. Вот только ветер согласился помочь нам. Он сказал, где колечко знает чудо-юдо рыбаки. Он не сказал, где искать этого чудо-юдо. А найдем мы его, Ваня. Ты, главное, не зевай. Веди его, Ваня. Уже делается. Ничего нет, удивительно. Шерстяны. Да, здесь это сделано специально, потому что, как мы только что слышали, музыка очень громкая, очень плотная по аранжировке, и чтобы сквозь нее хоть что-то было слышно, крылья нарочито сделаны такими тяжелыми, снизу. Мой любимый звук вообще, ever, самый универсальный, правда. Это называется флаг. В общем. Ну, это похоже на него. С крыльями была история достаточно прямолинейная, в смысле разработки. Было понятно, что конек летает. Ну, мы не видели фактуры, есть ли у него перья на крыльях или нет изначально. Но потом мы увидели, что он все-таки есть. И уже имея некий опыт работы с крылатыми персонажами, мы понимали, что, скорее всего, лучше сработает запись. И немножко полазили по нашим библиотекам коммерческим, поняли, что нам подходит, что нам подходит не очень. Главное, поняли, чего нам не хватает. Пошли в цех костюмы, набрали там много разнообразных шинелей, кожаных курток, мешков, резиновых плащей, пошли в шумовую студию и долго ими махали, крутили, пытались изобразить из них крылья. В итоге получили достаточно объемную библиотеку звуков и применили, расставили под изображение. То есть здесь никаких натуралистичных фактур нет. Здесь все сделано в основном одеждой. Самое главное, просто с этой одеждой правильно, ну, правильно ей манипулировать перед микрофоном, чтобы был вот этот хлопок, чтобы было ощущение, что крыло движется по определенной траектории, чтобы у нас были варианты для работы. Да, вот, кстати, при выборе фактуры очень подходит следующее понимание того, что у людей с детства, ну, мы все подключены к звуку 24 на 7, вот, что у нас у каждого есть импринты и есть опыт пространственно... Сейчас я немножечко сделаю. Вот, и у нас есть опыт пространственного мышления и, главное, память. Мы, оказывается, прекрасно понимаем, что как звучит и помним, и так далее. И вот когда речь идет, допустим, нужно придумать звук крыльев. Ну, что это может быть? Да, нужно обратиться к своей памяти и вспомнить, что, допустим, движение чего-либо на ветру, да, это какое-то объемное полотно. И когда мы видели это и слышали одновременно, у нас складывалась полная синхронизация между физическим движением объекта и его звучанием. И поскольку крыло в некотором смысле это тоже такое полотно, которое движется навстречу воздуху, то сочетание, если мы возьмем, допустим, натуралистичный звук того же флага или полотнища какого-то, да, и подставим его к предлагаемому изображению, то, скорее всего, в нашем сознании произойдет, ну, достаточно логичная синхронизация. И этот звук будет соответствовать тому, что мы видим. И как раз вот этим умением держать звуковые явления в короткой памяти отличается профессиональный звукорежиссер от обычного обывателя, поскольку у нормального человека все вот эти импринты хранятся в подсознании. А у звукорежиссера протоптана дорожка, и он достаточно часто пользуется своими воспоминаниями, и можно находить там, вот я в своей голове нахожу очень интересные там сочетания, и вдруг мне нужна электричка. И я помню, что, оказывается, звук электрички — это кипятильник в банке. Вот, представляете, он там дребезжит, и он может создать такое же ощущение от звука. И подставляя такие, казалось бы, несинонимичные фактуры, можно достаточно быстро добиваться результата. Вот, потому что в кинематографе, в звуке все совершенно не так, как... Ну, звуки не из тех источников мы берем, из которых они действительно происходят, потому что при записи на микрофон происходит, ну, определенная трансформация звука, и часто невозможно, например, микрофон будет тупо задувать, если мы будем бежать с ним и, да, и пытаться симулировать высокую скорость. Нужно применить смекалку, сноровку и опыт. Да, здесь получается очень хороший пример с крыльями. К твоему тезису. Плюс еще нужно учитывать, что звуки соло, они звучат, как правило, совершенно не так, как в миксе с другими элементами. Здесь тоже примерно эту тему. Очень громкая, плотная музыка. И если бы мы сделали крылья понежнее, сделали бы их перьями, ну, можно соорудить крыло, модель крыла с пером, но она, как правило, звучит не так. Не так, как нужно, чтобы сработать в таком эпизоде. Хорошо. Тогда, по-другому, дальше, проговорили немножко по стратегии, но все, что уже про то, как мы делали в руки. И самое важное, мне кажется, что один, что раз, что на первом пути все-таки крылья, все на пять. Все вообще, что-то все избрали бы у нас в доме. И тут, мне кажется, вот, вот, пожалуйста, опыт, который мы подключаем. Мы подключаем опыт, да? Вот. Но еще, мне кажется, самое важное, что мы можем здесь, о чем мы можем говорить, это говорить о фантазии, например, о вашей, и о тех элементах, которые уже есть у нас на экране, от чего мы можем оттолкнуться. То есть, первое банальное, что вам приходит в голову, от этого можно отталкиваться. Жар птица горячая, огненная, начните с огней. Не стоит сразу бросаться на что-то суперсложное, разрабатывать голос, там, я не знаю, идти сразу в киму лезть и там чего-то синтезировать. Просто начните с огней. Библиотека. У меня есть, кстати, классный лайфхак на эту тему. Этот, в общем, структура сознания, человеческого относительно звука, в том, что мы, любое сложное гармоническое колебание, мы его представляем, как ряд простых. Само сознание. Мы его, мы не можем описать одним словом, допустим, как играет квинтет. Как только мы начнем описывать, мы игру квинтетов будем раскладывать автоматически. Просто начав разговаривать о нем, будем описывать. И сразу будут ясны приоритеты. Я, например, буду говорить, сначала вступает соло, первая скрипка, потом подхватывает альт, а вот у контрабаса низкая партия, завораживающая, в котором много смычка, там и так далее. И я как бы один кластер, одну полифоническую структуру, столбик, сразу раскладываю в последовательности. И это ключ к пониманию того, как работает сознание относительно звука. Мы все звуки, даже сложные, одновременные, мы слышим в последовательности, в неком приоритете. И оказывается, для того, чтобы начать, нужно просто начать говорить. как ты это слышишь, и записывать. И получается, сразу эти приоритеты яркие, такие как маяки для тебя. А уже потом на базисе, уже в итерациях это перемалывается, ржавая вода сливается, и выкристаллизовывается какой-то результат. Вот мы хотели, да, еще об этом рассказать, что при начале любой работы, над любым эффектом, важно еще спросить референс у человека, который больше знает об этом. Обычно это режиссер, который представляет, ну, как бы, финальный результат. Он лучше осведомлен о характере, там, я не знаю, о сценарии, может быть, о шотах, которые уже придуманы на графике и так далее. Есть человек второй по значимости, ну, скажем так, ладно, окей. Это человек, который занимается графикой, VFX супервайзер, и, скорее всего, ну, если там, мы как супервайзеры, например, какого-то фильма, скорее всего, обратимся к нему, чтобы узнать, а есть ли тут какая-то разработка, уже, скорее всего, есть готовый персонаж уже, ну, как бы, он уже в разверт, да, в референсе, он уже готов. Здесь важно понимать просто, что, опять-таки, мы не работаем под финальную графику, и нам часто приходит что-то очень отдаленное. У нас есть показатели? У нас есть показатели. Да, мы покажем. Что это уже, это новоинкатор, что-то уже не будет, что-то смотрели, если там это понравилось. Ну, мы посмотрели, но у нас все-таки другое кино совершенно. Да. Поэтому... Еще хорошим стартом, это я все про старт, как начать, является посмотреть какой-нибудь референсный фильм. Я вот этим пользуюсь все время, меня это не сбивает, вот, но, мне кажется, это может быть хорошим толчком для начала, вы все равно трансформируетесь. И хорошая практика спросить у режиссера. Да, я уже сказала. Не, 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 именно про референсные фильмы, на что мы можем опираться, что ему кажется интересным по звуку, что ему не нравится. Может быть, нам всем очень нравится какой-то фильм, а режиссер говорит, что нет, извините, это совершенно не то, нужно что-то другое. Ну, это важный момент, к чему нужно взаимодействовать обязательно с создателем. Ну да, с создателем. Вот, при старте еще работает такая прекрасная вещь, это уже чуть-чуть дальше, если мы забегаем вперед. Леша сказал про проговаривание, то есть описать звук словами, ну, вы точно так же можете его, ну, как бы имитировать, вот. То есть, например, пробег конька вы можете имитировать. Почему родилась эта мысль с битбоксером? Потому что первое, что он делает, ну, какой он, ну, какой, ну, такой, ну, вот такой, вот. Поэтому взяли это. То же самое там было с разными персонажами, которые, например, прям озвучивались с нами, когда, ну, какой краб? Ну, 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 что-то такое должно там быть, да? И я думаю, ага, окей, как это можно сделать? Из чего это можно сделать? Что на это похоже? Ну, и так далее, и так далее. То есть это тоже может быть хорошим, прямо не стесняться или режиссера спросить, ну, вы как это слышите? Да, вот так, вот так, чух-пум, окей. И нормально, мы понимаем, здесь, значит, в уши из этой библиосеки, тут бах-пум там из этой. Ну, условно. Хорошо. Продолжим дальше. Андрей расскажет немножко над разработкой птицы. Это один из самых сложных персонажей, который был для нас по разработке именно по звуку. и расскажешь... Да. Работает, работает? Не работает, вполне. Давайте посмотрим. Давай. Сцену. Так, Велси. 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 Велса. Продолжение следует... 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 какая-то экзотическая кукушка вот но что самое главное в этом видео было ее научное название и я мог уже дальше искать более качественные записи то что здесь слышно что ну запись совершенно никакущая ничего из нее сделать нельзя но при этом по характеру ну на мой взгляд тогда это подходило и мы сделаем несколько вариантов показали режиссера скал да ну вот это подходит но естественно пока что не готовый вариант и здесь здесь как раз возвращаясь к нашей стратегии вот вот это вот связка черновики просмотр поправки это проходится много раз по кругу такой итеративный метод да вот тоже лишь про это говорил что сначала мы вот это накидываем потом следующий значит вариант еще один еще один еще один и потом в конце концов он к чему-то вот постепенно высекается высекается и этого кристаллизована похоже на скульптуру сечение из камня соответственно найдя варианты экзотических птиц уже дальше следы следующий этап поиск более качественных записей вот что-то здесь найдено можем послушать это не то сейчас дальше ничего не понять вот вот это не вошло хотя очень красиво да мне очень нравилось мне казалось что это классно но в итоге мы не нашли просто место куда это можно применить плюс ко всему сложность голосе персонажа была в том что понятно у нас есть здесь красивый эффектный вылет в начале крик ликование потом птица меняется она становится такой более приземленный она пытается наезд с этими орехами орехи для тех кто фильм не видел они действуют как снотворная птица засыпает то есть но у него такой меняется немножко состояние сознания и это было важно подчеркнуть тоже голосе и это было очень важно для создателей фильм для продюсеров они они прямо на это очень сильно упирали что она она должна поменяться это персонаж мифические мы несколько раз по ходу сюжета слышим про то что никто ее не может поймать что все кто за ней уходил все погибали и ну им было важно показать что она все таки тоже живая и после этого мы имеем взрыв гнева когда птица понимает что на нее ведется охота она начинает охотиться на главных героев потом они все таки ловят она скованная она плачет и она должна вызывать у зрителей симпатию и главный герой в итоге ее освобождает хотя он в этом не заинтересован то есть это прямо целая драматургическая история которую требовалось передать голосом вот это было достаточно сложно и итерации у нас было очень много птицы наверное это было самое первое что мы начали разрабатывать фильме и более-менее когда сложился вылет сложился он довольно быстро оказалось засадой вся история с вся история с поглощением орехов здесь так это велосипед ну неважно все видели здесь ну требовал требовался уже какой-то другой поиск уже не таких каких-то возвышенных кличей чего-то такого более приземленного была найдена птичка под названием кукобара можно ее послушать ну это только один из вариантов таких записей несколько скажем так существует и мы это применяли это можно слышать в итоговом получившимся материале но тем не менее опять в очередной раз показываю создателям фильма они говорили что ну да это это правильно но не хватает нужно чтобы она она еще она здесь у нас более человечные более понятные не страшный мы и и и мы шли ломать голову дальше стали стали сначала прежде чем звать битбоксера стали пытаться записывать самих себя просто сидя перед компьютером с микрофоном вот что здесь происходит здесь ну там помутнение сознания можешь изобразить здесь она икает нет я сейчас не буду изображать простите но Андрей сам записывал себя вот ну под птицу и потом дальше просто питчил это все ну понятное дело потому что на экране женщина ну условно да про это я не сказал женский образ вот поэтому очень важно птица птица это женщина но ну мужские голоса мы использовали в качестве черновика в качестве наброска чтобы понять ну если здесь подходит икания то не проблема пригласить актрису и переписать главное просто понять структуру как как это должно работать так что у нас там дальше ну в финальном просто вот про жар птицы финализирую так немножко рассказ хочется сказать что понятное дело что это еще далеко от сейчас думаю про голос да мы естественно попытались позвать имитаторов людей которые умеют изображать голоса животных не битбоксера мы звали актрис мы пробовали девчонок наших которые работают на студию если у кого-то там классно получается чайка мы мы это записывали пытались приложить смотрели показывали режиссеру продюсером получали фидбэк то есть к нам в какой-то момент практически каждую неделю просто приезжали на просмотр большие серьезные люди вот и в итоге в средней части где птица насыщается орехами там много осталось человеческих голосов они конечно сильно обработаны мы пытались но помимо чистого тембра перед микрофоном еще использовать разнообразные резонаторы как-то с имитировать клюв звучание тембра птицы это есть это осталось в фильме что я не сказал можно сказать что ну как бы финальный голос птицы он состоит не только из понятное дело да вы уже поняли что не только из какой-то конкретной птицы но там есть записанная певицы даже которые имитировали этот голос их осталось совсем чуть-чуть чуть-чуть да но есть есть прям это как бы такая очень кропотливая работа над отдельным каждым элементом чтобы ну дать ему как бы характер вот это самое важное вот в этой работе следующим следующим пластом работы над птицей естественно были огни как можно догадаться и это уже было гораздо позже когда стала приходить графика мы стали видеть что да она вся светится она вся горит пламя все переливается плюс еще у нее какие-то красивые красивые перья которые как как потом уже уже к самому концу стало понятно что они оказываются металлические нам никто этого не показал до там буквально последних недель наверное и стало ясно что мы можем в принципе это сделать из библиотек но гораздо правильнее быстрее и лучше для этого персонаж будет просто поехать и записать огни что мы сделали и тут мы плавно перетекаем как бы в следующую следующий рассказ такой коротенький про инструменты работы потому что у нас было да есть из чего состоит есть план который мы придерживаемся ну примерно до стратегии нашей работы и инструмент который мы используем самое первое что понятное дело мы уже проговорили об этом первое что мы используем это какие-то референсы это может быть библиотеки youtube там не знаю неважно все что хотите имитацию имитацию собственного голоса да и следующие важные ну на мой взгляд одни из самых важных частей например запись про который говорит андрей что надо было пойти сначала приложить библиотеку к огням потом понять а чего-то не хватает значит нужно записывать еще больше и и ребята поехали в карьер и начали писать 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 абсолютно разные огни может быть сейчас посмотрим там коротенькие видео как как это делалось коротенькие видео с огнями идея была в том что птицы много сцены длинная нам нужны фактуры хотя бы однообразные просто в достаточных вариациях чтобы закрыть все ее движения можно видеть что она активно машет крыльями активно пролетают нужны какие-то резкие звуки когда она почти не двигается нужны звуки такие более спокойно это и что-то ближе к костру но все-таки костер который подвижный которые не статичны и поджечь палочки на земле и поводить вокруг них микрофоном это не очень работало поэтому методы были брутальные чуть-чуть да мы придумали немножко 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 первую на закуску мы придумали сымитировать птицу примерно вот такой конструкции ничего не слышно потому что потому что потому что на айфон да все все весь звук на микрофон ушел вот да медленный о не это мой голос в записи кстати говоря звук выключить можно сформатать все то есть разные движения имитация движения чтобы это было не просто горение какого-то одного предмета что были какие-то такие вещи плюс каждый горящий предмет да 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 это выглядит как шашлык но на самом деле это такие металлическая сетка вокруг которой обмотаны тряпки пропитаны разными горючими жидкостями мы пробовали бензин керосин солярку масло оливку много чего были такие экстремальные например вещи сейчас а что я сделал я хотел полный экран открыть ох ребята о спасибо 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 сразу чуть промотаем да надо сказать это было страшно снизу такие легендарные горящие сопли ну здесь вот чуть-чуть слышно ну это такой очень модулирование такой тональный звук что еще конечно конечно да это все все уже видели более активные варианты писали мы очень долго потом долго это разбирали но это оправдало себя у нас в руках была достаточно большая палитра чтобы сделать любые движения птицы вот понятное дело что помимо вот этой записи было еще много других записей мы например имитировали пролет комара имитировали краба вот потом покажем чуть-чуть записывали свои голоса их пич или там обрабатывали так далее чтобы сделать какие-то там не знаю смешные голоса белок вот то есть работу конечно огромное количество было проделано вот и вообще в целом сам пост длился на самом деле не так долго вот по моему ощущениям тебе четыре месяца если перерыв да да у нас у нас был большой перерыв и это на самом деле нам пошло на пользу у нас было время переосмыслить многие вещи которые мы начали были вынуждены приостановить по производственным причинам это ну это нам помогло в итоге время в работе со звуком это очень важный элемент что моментально не получается нужно много раз попробовать нужно сделать варианты слух замыливается нужно отдохнуть нужно отвлечься пойти погулять поделать что-то другое вернуться по личной жизни там у кого как хобби что да окей окей хорошо ну и финализируем наш рассказ просто хотелось бы вам еще показать маленькие кусочки разных персонажей которые мы разрабатывали белочки вот например начнем с белочек мне очень нравится эти белочки и 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 Голосовые фиксы. Ну, здесь надо сказать, что в нашей команде на этом фильме был специально обученный человек, который занимался маленькими зверушками в фильме. И в случае с белочками, опять-таки мы начали с поиска голосов белочек в библиотеках, нашли какие-то очень невнятные посапывания сквозь зубки, такие характерные для грызунов, приложили, посмотрели, поняли, что нет, нет. И здесь, как можно слышать, каждая из белочек сделана человеческим голосом, храп, сопение и все остальное. При этом, по-моему, это один и тот же человек. Разных белочек у нас не было. Посмотрим еще тогда примеры. Там, по-моему, два у нас осталось. Кобылицы, например, которые имитировали. В итоге у нас остался голос нашей коллеги, которая через... Дождь, давай посмотрим. Ну, ладно, да. Давайте сначала посмотрим. Посмотрим. Вот что наш хлеб уже с земли-то. Ну, стой, 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 вот так, стой. Так, и можно сразу следующий кусочек. Строй. Возвращаемся. А сейчас нашу премию не покажем. Обещаешь? Так, можем на этом остановиться. Ну вот, собственно говоря, да. Посмотрим еще маленький кусочек того, как это делалось. Может быть, Олю покажем. Нет, тут важно... Сейчас вернем изображение. Особенно вот в этом втором кусочке очень важно было для создателей фильма, чтобы вот эта слеза, которую чуть-чуть видно на правой, на левой щеке, чтобы в голосе кобылицы тоже мы слышали какое-то страдание, чтобы нам было ее жаль вместе с героем. Это была четко для нас поставленная задача. И мы столкнулись с сложностями в том, что когда мы просто лошадь озвучиваем лошадью, то она практически ничего не выражает. У лошадей, да, у них есть некое интонирование в голосе. Они могут выше или ниже издавать звуки, но тем не менее эффекта было недостаточно. Может быть, конечно, мы не нашли идеальную плачущую лошадь, но мы опять-таки применили наш уже испробованный на тот момент метод имитации собственными голосами. И вот в данных двух кусочках это очень тонко смонтированные записи девушки, которые изображают плачущую лошадь и самой лошади. То есть дыхание, фырки и часть интонирования лошадиной, часть человеческой. Плюс ко всему здесь очень хорошо сработал резонатор. Мы попытались имитировать голову лошади и можем сейчас увидеть, как это выглядело в студии. Это такой лосиный манок, через который Оля, она тоже, кстати, звукорежиссер, прекрасно понимала задачу, она сымитировала вот это своим голосом. То есть какие-то прям такие живые имитации с этим резонатором. Здесь один из инструментов – это монтаж. Это к этому, например. Важно, да. Посмотрим, может быть, еще. Остался буквально один пример, просто чтобы показать. И двигаемся к вопросам уже. И крабика покажем. Давай, крабик. Вот. Вот, точно. Да. В общем, Ваня, все не так уж и плохо. Перевожу с храбьего на коньковый. Сюда, юда, рыба. И та речка тебе посылает с вами. Ни скипоплом ему. Ну вот откуда ты взялся на мою гору. Посмотрим отдельно просто FX. Ну просто ради интереса как-то. Там, в принципе, все слышно, потому что тихий океан и чуть-чуть речи. Но все равно. Ой, нет, извините. Ну да. Ну ладно. Вот, в общем, собственно говоря, рассказали такие… Не, подожди, ты расскажи, как ты делала. Ну, здесь тот же принцип, абсолютно то же самое. Есть краб, реальный краб. Да, я думаю, окей. Как звучит краб? Клешни. Из чего делаем? Ага. Такая. Угу. А вот он, кстати, в соло. Так же. Угу. Очень, да. Очень, да. Ну, подожди, а ты мне рассказываешь, что мы пробовали вставлять ему рейс человеческий? Ну, это в качестве эксперимента, на что… Форсируя события, в общем. Хочу сказать, что, да, было много, конечно, вариантов. Все то же самое, что и с лошадью, и со всеми остальными персонажами. То есть, это как бы не сразу хоп пришло и мы сделали. Потому что в финале, я помню, что краб сложился буквально за один день. Вот. То есть, было много-много-много всего. А потом такое «Я не могу больше!» Тыкнула в библиотеке там что-то каких-то роботов, по-моему, даже. Вот. Если так прислушаться, там чуть-чуть… Вот я сейчас сказала, роботы вы такие «Ага, да, я слышу». Вот. Но… Не знаю, я не слышу роботов. Вот. Ну, там, помимо этого, есть еще какие-то реальные там звучки типа… Доедем до монтажки, покажешь где-то. Окей, да. Помимо роботов, там есть еще, конечно, реальные клешни крабов, там, не знаю, имитация голоса, попеченные птицы какие-то и так далее, и так далее. И все это метамонтажа складывалось в какую-то просто фразу, вот, которая предварительно до этого была записана мной там типа «Ага, что он может говорить?» «Тан-тан-тан-тан». Потом, ага, ну и вот так вот речь простраивалась, и вышел такой вот маленький обаятельный кусочек. Вот. Ну что, может быть, вопросы? Алексей. Да. Мы ждем каверзные вопросы. Да, каверзные вопросы. Те сами. Да, ребята, назовите свой самый частый самодизайнерский плагин, который вы здесь использовали. Sound Particles. Pitch Shifter. Ага. И Verify, вероятно? Verify нет. Нет? Чуть-чуть. А замедление там у вас везде, чем вы делали? Ну, это похоже на Verify, просто следующая итерация его развития. Ну да, да, это Pitch с возможностью регулировки высоты звука в месяц со временем. Классический абсолютно. Ну а какой же плагин? Pitch in Time. Ну да, его можно заменить, конечно, некоторыми другими, но мы использовали Pitch in Time. А производитель? Sirat. Sirat, да. Это каверзный был? Не, 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 ну что вы. Хорошо. Тогда, вот мы, по-моему, вы, вернее, хотели рассказать про саму коммуникацию внутри студии, и вот у меня к вам вопрос. С помощью, вы пользуетесь какими-нибудь, ну, ваша команда пользуется какими-то приложениями для менеджмента командного? Там, ну, не знаю, не знаю, серебро, там, или асаны, или еще какие-то, да? Как это происходит у вас, кроме планерок? В общем, у нас есть Slack, вот, который мы пользуемся, это типа того… Корпоративный мессенджер. Корпоративный, да. Да, обычно мы не засоряем. Стараемся. Да, стараемся. Потому что есть у нас отдельные чатики, мы коммуницируем, там, с людьми, которые, например, занимаются одной задачей. Окей, например, мы с Дженни делаем один эпизод, там, мы с ним, ну, там, скорее коммуникация будет, ну, в… В Телеграме. В Телеграме, да. Нет, 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 для работы мы используем только Slack. И даже в Slack, да, там же. Потому что, когда распыляется на много мессенджеров, это сразу невозможно ничего найти, ты не помнишь, где кто тебе что прислал. Поэтому рабочий мессенджер Slack, все остальное, там, попить пиво, пойти, там, куда-нибудь на концерт, это где угодно может быть. Я просто еще отмечу, что хорошо, когда вся информация максимально прозрачная, она находится в одном месте. То есть, когда, например, монтажер диалогов, там, не знаю, говорит, окей, у меня сделано там такое-то. Даже если это вас не касается, но это хранится всегда, условно говоря, вот в одном месте, и вы всегда можете обратиться к этому, ага, такого-то числа сделали такую-то работу, это суперудобно. Да, в Slack очень удобный поиск, ты можешь найти любое сообщение, чего много где нет. И без Slack мы бы просто не вышли. Скрытая реклама. Это очень важно. А есть у вас в команде такой некий постпродакшн менеджер, который является, условно говоря, сервером вашей коммуникации? Выделено ли это в отдельного, ну, как бы человека и профессионала, либо это распределено между командой вот этого менеджмента? Ты имеешь в виду постпродакшн менеджера? Условно говоря, который кого-то там допинывает, там следит за итерацией, следит за календарем, за такой сервер есть? Супервайзер называется. Я бы здесь сказала про другое немножко, потому что у нас организация работы, окей, есть супервайзер, супервайзер этой квартиры Паша Дариуля, он отвечает за финальное принятие решений. Но он нам не мама, не папа, он нас не будет пинать, у нас есть просто заданные в начале определенные сроки, мы в команде решаем, сколько на эту задачу требуется времени, сколько итераций должно, ну, условно, примерно пройти для этого, и дальше мы уже в таком режиме как бы самоответственности за то, что мы делаем, ну, как бы двигаем процесс. А обычное количество итераций по вашему опыту сколько? Ну, в зависимости, да, в зависимости от сложности задачи. Сморилочка какая-нибудь от 3 до 7 или от 1 до 2? Ну, 3 это нормально, достаточно быстро, бывает, ну, может быть, 2, то есть показали, сделали, получили поправки, сделали, и все хорошо, ну, что-то сложное можно делать очень долго, там, 10. Ну, по моему опыту тоже где-то 3-4 итерации, но 4 уже это финальный результат, как правило. Ну, да, но это очень сильно зависит от задачи, на которой мы работаем. Сейчас просто мы делаем проект, я вот уже как раз примерно фаны делаем и режиссеру показываем где-то, типа, до перезаписи 1-2 итерации, вот, и потом уже итерации на самой перезаписи происходят. Как вы считаете, у вас хватило вообще топлива до конца фильма выдержать ту заявку на насыщенность, да, звуковую, которую вы показали зрителю в начале? То есть, условно говоря, ваш процесс подразумевает уставание, ну, как бы, все истории, да, бывает, это часто история, что в начале фильм там, ух, а к концу уже там все в музыке, и все уже там, это, или все-таки есть какие-то у вас методы предотвращения вот этого? Это очень хороший вопрос. Тут несколько моментов. Во-первых, мы фильм делаем нелинейно, и очень часто то, что в начале, делается не первым, поэтому мы себя, значит, можем подстелить заранее, как говорится. А с другой стороны, как раз-таки командный метод работы нам очень сильно помог на этом проекте, потому что под конец сроки уже поджимали очень сильно, графика приходила поздно, мы уже не успевали доделывать какие-то вещи, ну, так, как нам, может быть, хотелось, ну, тем не менее, результат у нас какой-то получился. Но для меня было большим показателем то, что никто из нас ни одной ночи не просидел на этом фильме. То есть мы работали в меняемое время, у нас всегда были люди, которые нам помогали, которые... Которые в ночь выходили. Нет, нет, нет. Как будто это не совсем правда, Андрей. Ну, а кто? Я помню, что, конечно, финальный, просто чтобы разрушить вот это вот, все стараются работать, у нас лично на студии, все стараются, типа, окей, чтобы были выходные, чтобы там были хобби и так далее. Да, но чтобы было как-то... Шесть часов так, о, все. Ну, не так, нет, не так, но... Такого не бывает, конечно. Но... Но оно может быть, если кто-то хочет, можно в шесть-четыре. Я пошел, я приду рано утром. Да, да, но просто, когда наступает финальный микс уже, ну, как бы, все ближе к финалу, конечно, накал страстей там ого-го такой. Но, тем не менее. И иногда приходится работать прям много, потому что я помню, что в январе, когда вы заканчивали уже вот этот процесс, что там оставалось на картине, типа, три-четыре человека, ты, я, кто-то еще, ну, Паша, да, вот, на перезаписи, и мы прям фигачили довольно плотно. Нет, ну, мы фигачили плотно, конечно, ну, то есть было довольно тяжело, но, тем не менее, когда мы закончили, я вдруг понял, что, подождите, мы все доделали, было трудно, но я не... А так всегда потом. Да. На других фильмах, более простых, когда не было такой команды, когда мы работали, там, какими-то проектными фрилансерами, друг с другом было тяжелее. А как вы на своей студии осуществляете трансфер всего материала и файлов, как у вас это организовано, поскольку много итераций, много людей, участвующих в процессе, и необходимо постоянно флешки таскать или... Нет. Смотрите, у нас все работают на одном сервере, у нас есть внутристудийный сервер, на котором лежат все проекты, все сессии всех участников, соответственно, есть довольно много монтажек, между которыми работники могут перемещаться достаточно свободно, если им нужно, если им хочется, ну, там, по разным причинам, это все доступно. С любого компьютера можно сессию открыть, все то же самое. Может быть, с внутреннего диска чуть-чуть работать побыстрее, но, в принципе, нам хватает на большие сессии, на много обработки, на плагины. И второй момент на Мосфильме с прошлого или позапрошлого года, в общем, последние несколько лет запущен Nexus, это авидовская платформа с дисковым пространством, в которой мы тоже подцепляемся со своего компьютера, и вот нам нужно на перезапись отнести материал, мы не копируем на жесткий диск, мы просто с одного сервера перекладываем на другой, и это появляется уже все в студии перезаписи. Это суперудобно, очень быстро, и нам экономит кучу времени. Маленький провокационный вопрос. Скажите, как вы считаете, вот если бы вы не работали в ProTools, в любой другой программе, возможно, был бы, на ваш взгляд, дожить до конца при таком... Сколько у вас треков было в перезаписи по итогу? Сложно сказать, потому что в перезаписи треки были все 5.1, это были прописаны стемы, ну, прописаны подробно, чтобы можно было переделать, то есть у нас там, понятно, голос птицы отдельно от крыльев, лапки отдельно от голоса и крыльев, ну, то есть в подробностях таких, плюс фоны, плюс мы работаем всегда вдвоем на две машины, то есть на одной машине реплики, синхронные шумы и музыка, на другой машине фоны, эффекты, бывает массовка, ну, в общем, по-разному можно разделиться. Сколько треков, я сейчас не вспомню, но, наверное, показателем будет то, что на нативной машине, на ProTools HD эти сессии не играют. Они играют только в HD. Ответ, не дожили бы в этом. Факт. Непонятно. Надо попробовать, чтобы... На самом деле я тоже не знаю, может быть, раньше на Пирамиксе там можно было там и так далее, но сейчас, мне кажется, конкурентов просто в работе с изображением ProTools не найти. Может, Reaper что-нибудь даст? Дорогие гости, может быть, у вас будут вопросы, да. Спасибо. 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 Мне кажется, вот мы начали про стилистику фильма говорить, и, в принципе, это вот оттуда, что есть, ну, в первую... Ну, может быть, но на самом деле есть очень высокая степень условностей. Вы когда-нибудь видели, там, типа, вот такие ворота? Прозрачную виденную стену? Да. Гибкую. Гибкую, да. То есть из чего она может... Теоретически, окей, я поняла вопрос, что мы могли бы, наверное, создать какой-то звук, который был бы не бластерный, а похожий на что-то, может быть, резинка или что-то более такое аналоговое, но, наверное, это не было бы так ярко. А когда вы видите, вот, об этом финансовом сделке, или удовольствием, с какой-то неподвижностью, она придает, что, ну, вот, где-то вы именно контролируете, да? Ну, да, да, конечно. Потому что, да, извини, мне кажется, что при принятии финального решения обычно отталкиваешься от того, что работает это или нет. Вот если это работает, даже если это, окей, это, ну, там я делал этот эффект, то я помню, что там были синтетические подложки, какой-то лёд, но больше, конечно, вот выиграл вот эта вот синтетика, такой чум! Ну, да, здесь важно сказать, что тональные звуки, они всегда очень хорошо читаются в миксе за счёт именно вот этого тонального движения. То, что здесь вас немножко смутило, опять-таки, мы смотрели в отрыве от контекста, я уверен, что если смотреть на прямом ходу, такого эффекта, ну, я думаю, не должно быть. Да, это секрет! Ну, нет, не секрет, тоже мы разрабатывали там, я помню, что это было из библиотечных звуков, я тут не буду придумывать ничего. А вы же записывали в студию. Да, мы что-то записывали, но конкретно вот этот жиг, он сделан, мы записывали чашки, какие-то вот похожие на структуру копытца, вот, да, что-то такое полое внутри, по разным поверхностям. И там в результате сложилась фактура, мне кажется, даже было что-то типа ужасное, в соло звучащая чашка по асфальту, вот, но она дала там какую-то вот шероховатость, что ли, вот такую-то вещь, да, и плюс там было стекло ещё какой-то слайд, ну, то есть разные, разные слои, вот, ну, так сложили в таком балансе, дали вот такой эффект, вот. Ребята, а вы что-то синтезировали специально, или в основном обошлись фолией и фонотеками? Энгри считается? Ты имеешься на синтезировали, как синтез, да. Прямо открыть синтезатор мук и что-то там. Ну, либо мук, либо какой-то другой, там, плагин, или, может быть, программу. То есть это в некотором смысле стратегия просто. Кому-то проще насинтезировать, кому-то проще фонотека, у кого-то очень большая, да, кому-то проще сделать синхронные шумы, кому-то объединить. Вот мне просто, мы уже много достаточно поговорили про синхронные шумы и сэмплинг, и хочется узнать, касались ли вы, да, какого-то синтеза, и в каких программных средах, или как это у вас обычно происходит? Здесь, наверное, ответ разочарует. Синтезы в этом фильме либо нет вообще, либо почти нет. Я даже, наверное, не смогу вспомнить, где он есть. Не, ну почему разочарует? Наоборот, даже хочется сказать класс, можно оказывается и без всякого там синтеза жить. Здесь очень много фактур, просто, которые были специфическим образом записаны, с целью дальнейшей манипуляции, в том числе фидшифтерами, разной обработкой, модуляцией, хорусами, амплитудной модуляцией. Ну, то есть много элементов, которые уже постфактум после записи докручивались. Я бы даже не стал их называть синхронными шумами, потому что это шире... Ну, АЧФКС. Да, да, да. Вообще синтез просто требует времени и денег, соответственно. Поэтому, когда картина тяжелая 4 месяца, ну, может быть, чуть-чуть побольше, этого мало, чтобы сидеть и... Ну, как бы бюджет тоже как бы не резиновый, это понятное дело. Что пойти в Киму и там долго-долго что-то... Это синтезатор такой же. Ну, например, да. Программная платформа. Да, здесь нужно как будто чуть больше времени. Ну, не знаю, я бы не сказал, что здесь нужно время. Здесь, на мой взгляд, самое... Ну, то есть, понятно, оно нужно, но мы могли бы, если бы нам было... У нас была бы потребность... У вас еще органический фильм такой. Да, здесь стилистика, которая не требует вообще синтеза. В принципе, может быть, в каких-то только очень специфических местах, ну, в минимальных количествах. То есть, он не будет играть определяющую роль здесь. Здесь, ну, все очень натурально, и хотелось именно из натуральных звуков это все делать. Вообще, не знаю, совет это или не совет. Ну, просто я вот придерживаюсь такого метода, что все, что можно записать в реальности, это лучший метод вообще. Во-первых, быстрее. Во-первых, быстрее. Во-вторых, быстрее. Во-вторых, более подходящий, потому что ты просто замучаешься в фонотеке искать каждый чих, каждую шевелиночку, каждую пылиночку. Она должна еще сочетаться с изображением. А звук из фонотеки, он уже оторван от этого изображения, потому что он когда-либо, кем-либо, где-то, где-либо был записан. И попасть, соблюсти все физические условности изображения, потому что изображение все-таки, в отличие от работы просто с музыкой, когда ты с музыкальными фактурами оторвано работаешь, то все-таки в кинематографе и в саунд-дизайне есть специфика того, что изображение диктует тебе свои правила, и неминуемо нужно с этим соглашаться. И именно запись собственных фактур для каждого фильма позволяет быть максимально, предельно сразу, точным. Плюс, Леша, еще большая проблема с фонотеками в том, что звуки очень по-разному. Тембрально окрашены. Можно найти прекрасные... Очень сложно потом сводить. Да, да, да. Они очень плохо сочетаются друг с другом. И, ну, просто слышно, что вот этот звук из какой-то довольно старой библиотеки, этой современной, их друг с другом срастить... Ну, это такая практика не может. Потому что есть одно правило сведения. Сейчас Владимир Прямов, может быть, меня поправит, но я могу громко заявить, что сведения не существует. Если... Молодые оспаривают старые методы. При единственном... А мы вроде сводили, сидели там с Паллеонидовичем. При единственном условии, я хочу сказать. Если на этапе монтажа вы озаботились о том, чтобы все звуки в определенной сцене были соблюдены по физическим условиям распространения звука. Чтобы уровень реверберации, чтобы атаки, релизы там, да, чтобы тембральная окраска этих звуков совпадала друг с другом. Вот, например, элементарный пример. В реальной жизни нету звукорежиссера, который сводит наши все звуки друг с другом. Они уже сведены. У нас сведены мои шаги, мой голос, голоса друг с другом, просто потому что они распространяются в одних физических условиях. И чудо происходит тогда, когда звукорежиссер, опытный, допустим, на уровне монтажа, находят такие фактуры друг с другом сочетающиеся. А проще всего это, опять же, взять и записать, потому что те звуки, которые ты записал, они уже объединены общим пространством записи. И вдруг ты, о чудо, потом слушаешь, и все совпадает. Все уже вместе сведено, ничего не торчит. А это если хорошо записал? Это если классно смонтировал, хорошо записал и сделал предварительную работу, которая, получается, ты на самом первом этапе построения уже себя, ну, уже все свел. Вот такое вот маленькое замечание. Владимир, вы согласны со мной или так? Гонят. Понятно. А мы согласны. Приедем, попробуем. Конечно, всегда хорошо для проекта, если есть возможность записывать звуки, потому что так или иначе они уникальны. Получаются. Если это с идеей, ну, с каким-то видением, как это делать и для чего, это всегда гораздо лучше, чем сидеть в библиотеках. Это просто... Можно... Что, что?